всем привет друзья давно с вами не виделись но я решил для вас записать видео видео о пиксель 6 не смотрите на мой внешний вид сегодня у меня утро но я решил помочь диме и сделать обзор для вас этого смартфона и сегодня будет микс потому что я буду кое-что говорить об этом гаджете потом буду передавать слово диме скорее всего даже может быть мы разобьем это видео на две части почему пиксель 6 а так очень интересен все мы знаем что пиксель ну славится тем что он пиксель что это google и обязательно он должен что-то выпустить хорошие и вот они решили выпустить смартфон наверное который сможет быть не просто хорошим середнячком я вам должен сказать он наверное станет хорошим середнячком учитывая что google пофиксит то что они бывает не фиксят помните эти приколы с зазорами биксель 6 эти баги с программным обеспечением которые ты просто хейтишь смартфон потому что ну невозможно им пользоваться и вот день x сможет ли пиксель что-то изменить и на самом деле ну захватить свою аудиторию и привлечь новую так что в этом мы сегодня разберемся как у меня получилось достать смартфон все очень просто я нахожусь в том государстве где в принципе он продается и он мне пришел 28 у меня здесь кстати крокодилы плавают так что я буду очень аккуратен и знаете что самое главное пиксель пришел должен был прийти 1 августа и сказали что может быть будет 28 но он пришел 28 потому что скорее всего не так много заказов как всегда это бывает и пришел какой-то непонятный для меня упаковки и давайте начнем по поводу комплектации комплектация тоже достаточно смешная потому что помимо самого смартфона вы тоже здесь можете заметить этот старенький ольдскульный переходник который не знаю кому нужен но слава богу есть тайп си тайп си кабель у нас ну и ясно дело никаких у нас облачков зарядных с новым трендом и никаких чехлов никаких пленок на экране все это вам нужно будет приобретать в официальном истории google или где-то там еще за бесславные деньги за серьезные деньги это около 50 долларов вам нужно дать чтобы получить такой общий сетапчик более менее нормально чтобы ваш смартфон был защищен а его нужно защищать особенно переднюю часть потому что у нас спереди gorilla glass 3 но друзья не забывайте что у нас конечно же есть очень классная группа telegram где вы можете приобретать всякие аксессуары для смартфонов ну и также там есть ssd накопители видеокарты блоки питания для смартфонов короче обязательно смотрите нашу группу все ссылочки будут внизу в описании но мы с вами возвращаемся к смартфону и что вам должен сказать в первый раз когда я его взял в руки и я удивился я удивился потому что мне понравилось он не реально понравился несмотря на то что это можно сказать бюджетная модель от google а 6а но его внешний вид меня привлек во первых у нас есть здесь разные цветовые решения как вы можете увидеть и в общем то сам смартфон как он лежит в руке что-то он напоминает мне пиксель 5 возможно эти углы конечно острова то и достаточно они немного впиваются вам в руку вот таким вот образом но ничего страшного я вы знаете пользуюсь сейчас айфоном 13 pro я взял этот смартфон и меня не было никакого отращения самое главное друзья потому что у нас здесь металл алюминий да и это его видно его сразу же но задней части у нас сэкономили сэкономили потому что здесь пластик который можно продавить и можно увидеть разводы извините конечно что может быть съемочка у меня сейчас будет не самое лучшее но я все очень быстро делаю и по поводу этого блока где находится камера эта часть вот этого часть это у нас пластик а сама камера у нас защищена сами две камеры на защищены стеклом они немного выделяются но опять же я вам скажу как обычный пользователь у меня нет претензий к этому смартфону кнопочки расположены точно так же как в айфоне все по сути говоря точно для того сделано чтобы пользователи яблочные пользователи обратили внимание тоже на пиксель так и да сразу же будет вопрос что у нас там с сим-картами одна сим-карта вторая есть сим-карта никакого расширения памяти 128 гигабайт и в общем то тоже вы должно хватать с учетом того что вы будете еще подписчиками на определенные сервисы google для того чтобы вы могли хранить где-то там свои фотографии дополнительно но что я хочу сразу же отметить друзья сборка помните пиксель 6 пиксель 5 даже слушайте да вообще было все ужасно 6 про зазоры огромнейший здесь я в первый раз когда достал смартфон мы делали распаковку на канале я удивился почему все так хорошо собрано почему я не слышу ни скрипов не немного стабилизации там у нас есть у нас стабилизация это более-менее нормально но в общем это смартфон хорошо сделан я не знаю по крайней мере на том рынке где вы приобрел он сделан хорошо не знаю как будет в европе но здесь все отлично поэтому переживать о том что будет плохая айпи защита айпи 67 не нужно это тоже большой плюс когда у вас смартфоне есть айпи защита то есть в бассейне это покупаться или где-то там еще в озеро окунуться ну или под дождь попасть вы не переживаете за вас смартфон так и давайте переходим к экрану здесь у нас не все идеально потому что все же это более менее бюджетный смартфон у нас амолед матрица 6 и 1 дюйм это все от самсунга и разрешение у нас full hd плюс и конечно же скажут многие что у нас здесь 60 герц всего лишь нет никаких 90 и 120 как принципе это делают многие другие производители за меньшие деньги но опять же вам скажу как пользователь до 100 120 герц на айфоне я вам должен сказать что да ты в первые минуты ощущаешь что разницу но потом когда ты пользуешься смартфоном ты полностью про это все забываешь но иногда тебе кажется что эти 60 герц это некий лак она это не лак это опять-таки 60 герц но повторюсь если вы не пользуетесь раньше такой высокой герцовкой или вы перейдете на смартфон с 60 герцами я не думаю что у вас будут какие-то проблемы вы будете просто пользоваться смартфоном я не обращать на особо на это внимание опять-таки это мое мнение не знаю напишите об этом в комментариях но сейчас вот я все больше и больше и вижу что это герцовка опять-таки это все маркетинг как мы и раньше вам об этом говорили но шим шим здесь есть к сожалению у меня нет аппарата чтобы проверить все это дело но друзья его заметно когда я делал видеосвязь с димоном показывал мой экран на максимальной яркости шим такой серьезный да и на минимальной яркости тоже можно видеть его конкретно при этом сама матрица знаете она нормальная хорошая я не могу сказать что у меня есть отращение от черного света более того я должен сказать что когда ты берешь смартфон ты его разблокируешь ты пользуешься гаджетом ты понимаешь что цветопередача всего того что ты видишь на экране хорошая то знаете у меня нет вращения от смартфона это всегда хорошо потому что первое впечатление вот с коробки когда ты пользуешься один день два дня смартфоном это самое важно ты замечаешь большинство косяков здесь и хорошо все и ну короче к экрану в общем то наверное зайти деньги можно было бы иметь претензий если бы мы смотрели на флагманы прошлых лет но если смотреть на новый смартфон который приобретаете сейчас то по экрану претензий нет хотя рамки да да я знаю что вы скажете что огромнейшие рамки как такое вообще возможно хотелось бы samsung подобность какую-то закругление или хотя бы хоть их поменьше сделать но google должен был что-то сделать и вы не получаете супер мега флагман хотя знаете эти рамки они тоже меня не отвращают да я на них обращаю внимание но они более-менее равномерный как сверху и снизу хотя снизу да немного больше так always on display здесь остался это хорошо сканер отпечатков пальцев тоже есть и он находится практически ну не практически в середине он чуть-чуть ближе к середине экрана и принципе палец идеально него ложится но вопрос по разблокировки и из-за того что я сейчас работаю в той сфере где я очень часто использую свои руки то когда я вот сейчас он разблокировался я не знаю видели вы это или нет но когда в первый раз я добавил палец вот видите я сейчас пытаюсь я не знаю здесь бликов не пусть короче по несколько раз приходилось нажимать потом я добавил мизинец потому что мизинец меньше используется в работе там хоть какой-то отпечаток пальца есть и он принципе разблокировался то есть вам и самое главное разблокировка была не сверх молниеносная быстрая но терпимо опять-таки для среднего бюджета смартфонов среднего бюджета смартфонов он рассмотрит за 200 долларов я сейчас вам говорю смартфон за 450 500 долларов короче да раздлокировка плохая ну и когда вы пользуетесь смартфонов вас будет сопровождать вот такая приятная вибрация вибрация здесь достаточно хорошая на уровне пикселя 6 5 так что здесь не стоит ни о чем переживать ну и сейчас я передам слово димону он расскажет вам про технической части и по камере но в общем то от себя могу сказать что сам смартфон пользоваться им удобно и приятно потому что у меня не было претензий к лагом каким-то да что-то может быть не так быстро подгружалась на возможно это была проблема с вайфаем но в общем то по технической части если так говорить как общий пользователь не вникая в подробности мне все понравилось но давайте теперь димон вам подробнее расскажет все о железе всем привет сейчас разберемся железом пиксель 6 а и здесь google решили не экономить и установили процессор от пиксель 6 и 6 про а именно тензор чип с двумя жирными ядрами cortex x1 средним кластером состоящий из ядер cortex a76 и четырьмя энергоэффективными ядрами которые вместе с мощным графическим ускорителем делают тензор производительным соуси google не экономили и на оперативке установили lp ddr5 а также чип безопасности titan m2 который не просто обезопасит ваши данные но и зарежет скорость накопителя ufs 3.1 поэтому скорость установки либо копирования каких-то данных может быть чутка ниже чем у других смартфонов на процессорах snapdragon 8 ген 1 либо же dimensity 9000 игровая производительность тензор спорно и это я недавно разбирал в опыте использования пиксель 6 можете глянуть если интересует единственное чем 6a отличается это пластиковой крышкой из-за которой троттлинг да здесь больше и вот перед вами тест который показывает продение производительности уже спустя 7 минут но конечно в большинстве игр это не будет заметно но с геншин импакт есть огромнейшие проблемы и возможно даже тот же nothing phone на snapdragon 778g plus будет лучше себя показывать в этой игре так что скоро сделаем обзор на насинг и там подробно все рассмотрим это можно было бы записать в косяки но пиксели берут не для этого и главная задача тензора давать быструю работу и с этим он справляется на ура да в обычном повседневном использовании нагрева практически нет но как только вы запускаете камеру особенно видеозапись 4к 30 кадров он сразу начинает сильно греться так что при съемке жарким днем могут действительно возникнуть проблемы ну а сейчас переходим к камерам и здесь google сэкономил больше всего вместо 50 мегапиксель на gm 1 поставили старенький sony amx 363 который формально был еще в пиксель 2 оптическая стабилизация здесь есть а ширик хоть и от пиксель 6 его качество так себе в нем нет макрорежима нет автофокуса и угол захвата изображения не лучший всего 114 градусов перед вами пример фотки не лучший результат даже сравнивая с айфоном 12 при сравнении с айфоном практически на всех фотографиях наблюдалась посредственная детализация и ошибки работы и jar здесь google часто пересвечивал объекты конечно баланс белого 6 а выбирает лучше чем айфон но даже днем при контровом свете где оба смартфона словили ужасный блик пиксель просел именно по детализации и полностью убил тени тогда как айфон постарался вытащить все что можно из этой фотографии ну и конечно же снимок с ночным режимом перед вами напишите в комментариях как вам это фотка ну и как вишенка на торте фронталка она тоже не впечатлила старый сенсор которому уже много лет также показал хуже результат чем айфон как камера фон 6а подходит средне так это у нас видеосъемка 4k сравнение с айфон 12 давайте у нас макрот смотрим что у нас творится с задним фоном как вообще отрабатывают смартфоны как размывают задний фон что у нас с фокусом творится если что вы сейчас видите так теперь давайте в эту сторону резко смотрим на солнце пытаемся поймать красивый кадр смотрим на блики где-то так и теперь пробежка небольшая ну и давайте смотрим что у нас приближением точнее с шириком моментально был нажат кнопка сейчас нажата и пиксель тоже можно вот так вот делать смотрим iphone пиксель вот такие у нас приходите да если его сравнивать напрямую с тем же айфоном либо другими своими конкурентами за ту же цену то пиксель часто будет пролетать у него есть крутой портретный режим который классно выбирает фон но честно говоря он средненький ну для обычно пользователя сойдет ведь все остальные фишки камеры здесь остались двойная экспозиция и баланс белого в редакторе фото есть magic race как и другие расширенные настройки ну и сам android 12 почти без изменений приехал от старших моделей лишь с добавлением уникальных обоев и с динамическими темами интерфейса который подстраивается под обои ну а благодаря тому что система легкая все моментально открывается и летает конечно без багов пиксель обойтись не мог и при первом включении он не хотел это делать примерно секунд 20-30 удерживая кнопку питания также глючил автоповорот и сканер отпечатков пальцев здесь тоже посредственный антон об этом рассказывал недавно поэтому честно говоря я жду обновления когда это все поправят кстати вот именно вчера вышла большая обнова для пиксель 6а и там думаю большинство базовых косяков уже исправили благо автономная работа здесь отличная маленький экран 60 герцами и батарейка 4410 миллиампер часов позволяет иметь разряд за полчаса ютуба 4 процента и за 15 минут троттлинг теста 6 процентов так что при повседневной работе его хватит на 6 7 часов активности экрана быстрая зарядка также в 6 а присутствует и она на 33 ватта но заряжает за полчаса всего лишь на 50 процентов беспроводной зарядки в смартфоне нет ну а звук он здесь стерео качественный хороший претензий нет ну и сейчас я передам слово антону для того чтобы он сказал свой вывод и впечатления о гаджете так и какой же итог я хотел бы вам дать от себя то что димон тоже скажет свой итог мне неожиданно понравился смартфон принципе все пиксели мне нравились я вам должен сказать но этот меня чем-то заворажил даже тот же пластик сзади до смартфон нагревается это нужно учитывать особенно вы пользуетесь камеры 4k снимаете видео он сильно греется я думаю что только через полгода как всегда они что-либо пофиксят но я готов был перейти на этот смартфон я готов был бы приобрести его для своей супруги для кого-то из своих родственников потому что в общем-то вы покупаете смартфон от гугла и с айпи защита и более-менее нормальный дисплей есть вибро короче сбалансировано с ним есть вопрос конечно же цены устроит ли она у вас на фоне конкурентов ну а за 450 баксов какие есть конкуренты iphone se 2022 с устаревшим экраном и слабенькими камерами samsung galaxy a 53 с полностью пластиковым корпусом ну и конечно же на смартфон и он здесь на самом деле кажется самым грозным соперником и лично мне этот гаджет действительно понравился он себе совмещать все крутые плюсы старших пикселей а также представляет крутые программные фишки поэтому я могу поставить лайк этому гаджету с вас также лайк этому видео напишите в комментариях как вам такой ролик с комбинированным обзором я также до новых роликов пока